Газпром 18 февраля 2019 года На каком-то этапе Газпром, как огромная такая ресурсная организация нашей страны, он был выдернут из бюджета нашей страны и стал самостоятельным. Причем Газпром это не значит только российские акционеры. Газпром в большей своей степени это сегодня иностранная организация, но на территории России. Газпром работает на нашей территории, это вроде бы государственная компания, так нам говорили, на самом деле уже ничего государственного в ней давно нет. Однако же деньгами Газпром продолжает распоряжаться и также и народными деньгами. А вот где народные деньги, здесь трудно уже теперь понять, потому что вообще что принадлежит сегодня в Газпроме России? Наверное ничего. И вот появилась такая статья, почему Газпромбанк скрыл долги иностранных заемщиков на 1 триллион рублей. Газпромбанк, понятно, что это детище Газпрома. Долги заемщиков на 1 триллион рублей. Давайте посмотрим, почитаем. В принципе оно и так-то понятно, что это за заемщики и какие это иностранные заемщики, кроме как россияне под другими компаниями, знаете, так завуалированные, офшорами или еще чем-то, они будут иностранцами. Но однако же сами у себя воруют. Давайте смотреть. Газпромбанк перестал раскрывать географию кредитов, выданных нерезидентам. Размер неизвестного портфеля более 1 триллион рублей. Третий по размеру активов российский госбанк. Газпромбанк раскрыл информацию о кредитных требованиях к резидентам иностранных государств, которые он ранее раскрывал по закону о банках. В соответствующей квартальной форме по состоянию на 1 октября 2018 года банк указывал сумму требований к иностранным резидентам 1 триллион рублей, по которым не дает страновой пробивки. То есть он указал, а какая страна не указана. В долларовом эквиваленте на отчетную дату это около 16,5 миллиардов долларов. Эту информацию Газпромбанк перестал раскрывать на сайте ЦБ после апрельских санкций против российских бизнесменов, включая Олега Дерипаску и Виктора Вексельберга и их компаний. По состоянию на 1 апреля крупнейшими должниками Газпромбанка были резиденты Кипра, далее шли Австрия и офшор Гернси. 29 миллиардов рублей, потом приходился большой куш на Узбекистан, дальше 27 миллиардов на Люксембург, 23 миллиарда на Нидерланды, 18 миллиардов на Британские и Вердинские острова. Это все мы кому-то занимаем. А что вообще собственный народ-то, где на территории, которого это все происходит, он ничего не должен иметь с этого. Он вообще, ну, конечно, это безмолвная масса, как не печально это объявить самим себе. А кому еще мы можем это объявлять? Мы бы тоже хотели иметь доход с этих вот денег. Почему такие огромные банковские деньги куда-то раздаются? Безвозвратно раздаются эти самые средства. На середину 2018 года требование Газпромбанка к иностранным резидентам. Информация, которая перестала раскрываться публично, составляли 607 миллиардов рублей. А за третий квартал увеличились на 79%. То есть, как только схлопнулись, закрыли информацию, сразу прибавили они. Ну, давайте тащить больше. Бери больше, кидай дальше. Это лозунг российского олигарха. Информация о задолженности иностранных резидентов перед российскими банками ЦБ начал публиковать в составе формы 0409805 расчет собственных средств капитала и знаний обязательных нормативов банковской группы в соответствии с указаниями от 31 августа 2017 года. Эти документы по 1 октября 2017 года ЦБ не публиковались. Какой-то странный заговор вообще банковский происходит. Вы не находите? Объемы требований к резидентам той или иной стороны юрисдикции нужны для того, чтобы банки могли рассчитать так называемые антициклические надбавки капиталу в рамках международных стандартов БАЗИЛ-3. В феврале 2018 года ЦБ разъяснял, что банки должны отражать все требования к иностранным резидентам по каждой юрисдикции отдельно и могут сгруппировать требования без страновой разбивки, только если они составляют менее 5% от совокупных. Газпромбанк единственный из банков, у кого эта информация больше не раскрывается на сайте ЦБ, следует из базы данных Банка России, которую изучил РБК. Газпромбанк никогда не засекречивал данные об иностранных заемщиках. 6-й раздел 805-й формы отчетности не является сегментом по страновому раскрытию бизнеса банковских групп. Его цель продемонстрировать дополнительное отвлечение капитала от сделок с резидентами стран, где действуют национальные антициклические надбавки к нормативам достаточности банковского капитала. Начиная с текущего года, Банк России предоставил банковским группам право не раскрывать данные в разделе информации по сделкам с резидентами стран с нулевой, соответствующей надбавкой при условии несущественного, то есть менее 5% объема сделок с соответствующей страной. Банк Газпромбанк воспользовался этой агрегирующей опцией на две последние квартальные даты за 6 и за 9 месяцев 2018 года. В пресс-службе заявили, что банк готов предоставить соответствующие данные по запросу СМИ, однако в ответ на запросы РБК этих данных так и не предоставили. Газпромбанк с 2014 года находится под секторальными санкциями США и ЕС, ограничивающими его возможности привлекать западное финансирование. Газпромбанк наряду с остальными российскими госбанками фигурирует в законопроектах американских конгрессменов, которые предлагают заблокировать счета и операции этих банков в американской юрисдикции. Газпромбанк, конечно, мог воспользоваться нормативами раскрытия информации для банков, попавших под западные санкции. В ноябре 2018 года правительство выпустило постановление, разрешающее банкам под санкциями не публиковать обязательную информацию. Банк должен проинформировать СБ о принятии соответствующей решения и раскрыть информацию самому регулятору. А Центробанку рекомендовано в таком случае не публиковать эти данные. Сам СБ сообщил, что начал ограничивать раскрываемую информацию для защиты от санкций еще на этапе выработки соответствующих нормативных активов. Например, в апреле СБ убрал со своего сайта информацию о долях Виктора Виксельберга в банках. Вы представляете, какие это доли Виктора Виксельберга в этих самых банках? Ну, я тоже, конечно, хотела бы иметь такие же доходы, только они глупые доходы. Вы понимаете, можно иметь хорошие деньги, жить столько, сколько тебе нужно для расходов. Конечно, у каждого свои фантазии, но здесь ведь идет речь о таких деньгах, что фантазии даже не вложишь сюда в такие деньги. Желание скрыть страновую разбивку заемщиков может быть связано с кредитованием санкционных компаний в странах, где у них могут быть интересы, предполагает генеральный директор Интерфакс. С учетом того, что правительство по факту предоставило под санкционным банком право самостоятельно определять состав и объем информации, которые не могут не раскрывать необходимости оставлять хоть какие-то зацепки, которые могут вывести на заемщиков, не резидентов, у банка нет, говорит управляющий партнер компании «Право и бизнес» Александр Пахомов. «Газпромбанк, первый среди госбанков, решил проявить инициативу по защите интересов своих партнеров и вкладчиков, которые могут попасть под удар американских санкций, говорит управляющий партнер юридической фирмы Алим Бишенов. Не исключено, что другие банки, на которые распространяется предоставленная правительством возможность не раскрывать отчетность последует его примеру», – допускает он. «Распространение такой практики на остальные банки с госучастием не исключает и партнер адвокатского бюро Михаил Александров. Но дело-то вообще-то здесь ведь в другом. Мы-то начали с чего с вами? С того, что 1 миллиард долларов кредита не возвращен банку. И никто не знает, кому этот банк кредит дал. Ведь с этого нужно начинать. А нам опять, видите, вот как мне статья, ее начинают писать, а потом ее уводят в сторону, уводят в другую сторону. Вопрос в другом. Банк дал кредит. Кредит на 1 миллиард. Явно это деньги выводятся банкам, своим же людям. Но иностранным партнерам нет, конечно, это те же самые Виксельберги, те же самые Дерипаски. Им выводятся, но только лишь имена компании, куда выводятся, они иностранные. Да это не все ли равно? Деньги-то все равно их. То есть банк дает средства, которые потом никто не возвращает. И это не 2 копейки, это миллиард долларов. Ну такая вот у нас ситуация в стране. А мы, а мы хотим жить хорошо. А мы просто хотим спокойно и хорошо жить. Зарабатывать хорошие средства и жить весело. Жить, рассуждая философски о жизни, о вечном двигателе нашей с вами жизни. О чем еще рассуждать? А здесь вот в раз так спокойно миллиард долларов вывели. И все в порядке. Они сами себя и покрывают. Сами вывели, сами для себя вывели, сами себя и покрыли. Газпромбанк. Ну что же, а вы считаете свои пенсии, копейки? Странно, конечно, вот когда какая-то кучка людей взялась распоряжаться вашими жизнями. Это смотрится, конечно, некорректно. Я так мягко выражусь, что это некорректно. На самом деле, ну я не знаю, почему вдруг какие-то дерипаски и вексельберги захотят распоряжаться вашими жизнями, скажите, жизнями ваших детей. И вы ничего сделать не можете. Они не знают, куда уже эти деньги впихнуть. Они их выводят за рубеж и не знают, куда их распихать. Конечно, иностранные компании, но это понятно. Это тоже все... Мы уже привыкли. Мы привыкли, что наши олигархи выводят деньги в иностранные компании. Это наша с вами жизнь. Мы настолько привыкли вот к этой дуре, когда нас дурят, в глазах дурят, что другого-то не дано. И так как мы привыкли, то и воспринимаем, как так и должно быть. Я Таня Карацуба, Сиитбурхан.